Всем привет! Вы на канале Юрист.Про и я его ведущий Дмитрий Ковалев. В сегодняшнем выпуске разберем, как теперь работнику и работодателю избежать штрафов от военного комиссариата. Итак, давайте для начала вспомним поправки, которые у нас ввели для работодателей. Во-первых, вводится статья 19.38 в Кодексе об административных правонарушениях не оказания содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Санкция статьи предусматривает штраф от 400 до 500 тысяч рублей. Плюс ко всему будут внесены изменения в статью 21.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это не предоставление военным комиссариатам, осуществляющие воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на военный учет. Здесь санкции статьи предусмотрен штраф от 350 до 400 тысяч рублей. А также вводится изменение в статью 21.2 Того же Кодекса не оповещение граждан о вызове их по повестке военный комиссариат или иного органа. В данной статье санкция это штраф до 400 тысяч рублей. Разобрали теорию, теперь давайте к практике. Не надо сейчас бояться и думать, как же мне эти штрафы платить, если вы работодатель. Значит, первое, что необходимо сделать, это уведомить работника о повестке надлежащим образом. Второе. Дать отгум на тот же день, который указан в повестке. Для явки военкомат. Напомню, что вы, как работодатель, не должны ущемлять права работника и лишать его дохода, если он исполняет свою воинскую обязанность. Тем более, часто в день явки возможно работнику вернуться обратно на рабочее место. Потому что если человек вызывает для уточнения данных, то эта процедура занимает около двух часов. Теперь давайте перейдем к другому вопросу. Что нужно отправлять работодателю в военный комиссариат? На своих экранах вы видите повестку на вашего работника. Так вот, на этой повестке есть линия отреза. Вам необходимо сделать так, чтобы работник подписал на линии отреза, и лицевую часть повестки вы отдаете работнику, а линию отреза вы отправляете в военный комиссариат. Таким образом вы показываете военному комиссариату, что уведомили работника. После того, как работник подписал повестку, вы с себя ответственность сняли. Все, больше никакого штрафа вам не грозит. Ничего больше от вас не требуется. Но другой вопрос возникает. Что делать, если работник уклоняется от получения повестки, либо напрямую отказался от ее получения? На своих экранах вы видите форму акта об отказе работника получения повестки, военного комиссариата, о призыве на военную службу по мобилизации. Акт составляется в свободной форме. Вы описываете, что работник был уведомлен на повестке и отказался ее получать. Подписываете сами, если вы занимаетесь воинским учетом. Или даете на подпись своему руководителю, генеральному директору или начальнику отдела. Далее, акт направляете в военный комиссариат. Все, вы с себя ответственность сняли. Никакого штрафа вам как юридическому лицу, как работодателю быть не может. Свои функции вы с точки зрения закона выполнили. Больше вы ничего не можете сделать. Вы не можете каким-либо образом давить на работника, принуждать и так далее. То есть, на практике все оказалось не так сложно. Но имейте в виду, что если работодатель скрывает своего работника, и эта информация как-то всплывает через налоговую, через социальный фонд, либо сам работник явился в военкомат и сообщает, что он у вас работает, и вы воинский учет не ведете, за это получите штраф. Поэтому делайте выводы. Тут разобрались, теперь давайте поговорим про работников. С работниками все сложнее. После того, как работодатель выполнил все о том, о чем мы говорили выше, ответственность перекладывается на работника. Что делать работнику? Во-первых, если вы просто не явитесь в военный комиссариат, это не значит, что вам сразу же грозят ограничения, о которых все говорят. Но мы-то с вами понимаем, как работает военный комиссариат. Дело в том, что все эти ограничения, которыми пугают, это же огромная бюрократия. Их нужно еще ввести, оформить, подписать усиленно квалифицированную подпись. Будет ли это заниматься военкомат или нет, известно только военкомату. Думаю, что на практике будут ситуации, когда человеку повестку направили, он не явился и ничего не случилось. В военных комиссариатах тоже работают люди. Там всегда большая загрузка, и они могут просто про вас забыть. Но безусловно, с точки зрения закона, если вы не явились по повестке, то вы нарушаете действующее законодательство и можете получить административный штраф до 30 тысяч рублей. Не забывайте, что после оплаты штрафа обязанность явиться у вас никуда не денется. Следовательно, вы обязаны явиться, если будут установлены ограничения и захотите их снять. То придется явиться в военный комиссариат, только если у вас нет уважительных причин для неявки. Вот о них нужно поговорить поподробнее. У меня для вас новая информация. На сегодняшний день подготовлен проект постановления правительства о внесении изменения в положение о призыве на военную службу. Сейчас выявим это на экран. Здесь видим пункт 11 данного постановления, в котором прописано следующее. Призывник может подать заявление в письменной форме на бумажном носителе о наличии уважительных причин неявки с приложением, подтверждающих документов. В случае признания причины неявки призывника уважительной в реестре воинского учета формируется решение об отмене временных мер, о чем это говорит. Сразу хочу уточнить небольшой нюанс, что данное положение, оно касается в основном срочников, но формулировка военно-обязанной распространяется и на лиц, находящихся в запасе, поэтому мы можем пользоваться данным положением. Какой можно сделать вывод? Формируем пакет документов, который показывает, что у вас есть уважительная причина неявки военкомат. Допустим, командировка или по состоянию здоровья. Все документы направляем военный комиссариат с заказным письмом с описью вложения, после чего, если военкомат посчитает причину неявки уважительной, то снимает все ограничения. Чем это хорошо? Ограничения, возможно, будет снимать без личного присутствия. А я напоминаю, что этот документ еще не вступил сил, но в скором времени вступит. В любом случае, все эти поправки начнут действовать с 1 октября. То есть все штрафы, которые мы в этом выпуске обсуждали, будут работать с 1 октября. А теперь предлагаю вспомнить, что у нас является уважительной причиной неявки военкомат. На своих экранах вы видите федеральный закон о воинской обязанности, в котором прописаны уважительные причины. Это заболевания или увечья гражданина, связанные с утратой трудоспособности. Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, брата, сестры, дедушки, бабушки или усыновителя. Препятствия, возникшие в результате действия непреодолимой силы, или иные обстоятельства, не зависящие от воли гражданина. Иные причины признаны уважительными призывной комиссией. Какой вывод здесь можно сделать? Данный перечень уважительных причин не является исчерпывающим. Поэтому вы можете дополнить его. Как? Это уже на ваше усмотрение. Главное больше доказательств. Конечно, каждый решает, как ему действовать. И необходимо исходить из обстоятельств. Также напомню, что любой штраф и любую повестку возможно обжаловать в судебном порядке. Именно поэтому ссылку на наш сайт и контакты мы оставим в описании под этим видео. А я напомню, что мы работаем по всем вопросам, в том числе гражданские споры, уголовные дела, банкротство физлиц и так далее. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться и поставить палец вверх. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok